На сегодняшний день 26 домов в Иванове признаны аварийными. Почти все они находятся на окраине города. А вот один из них притаился во дворах на площади Победы. Дом номер 20А по улице Красной Армии признан аварийным в августе этого года. В двухэтажном здании из красного кирпича, по информации администрации, проживает 12 человек. Дверь нашей съемочной группе открыли только в одной квартире. Нарассказать о жизни в аварийном доме отказались. Жители на скорый переезд в благоустроенные квартиры за бюджетный счет не рассчитывают. Единственная программа по переселению граждан из аварийного жилья позволяет решить проблемы двух-трех домов в год. Финансирование этой программы осуществляется только за счет бюджета города Иваново. Никаких федеральных денег здесь нет. И, соответственно, как бюджет утверждается, то есть в настоящий момент он утвержден на 2018 и плановый период 19-20-х года. Соответственно, и программа обеспечена финансированию на этот период. На плановый период 2019-го в бюджете на эти цели заложено 45 миллионов рублей. По строительным меркам сумма весьма скромная. Только за последние два года перечень аварийных домов пополнился на 21 объект. По самым оптимистичным подсчетам, дом на улице Красной Армии расселят в 2026 году. До этого момента все граждане имеют право на получение денежной компенсации за съем жилья. Решение о признании дома аварийным принимает специализированная межведомственная комиссия. Заявитель обращается и, соответственно, уже потом комиссия работает. Межведомственная комиссия признает дом аварийным на основании технического заключения, которого дает экспертные организации после проведения инструментального обследования этого дома. В этом году комиссия признала аварийными 9 домов. В 2017-м – 12. А вот в 2016-м всего три дома, по мнению экспертов, нуждались в расселении. Видимо, дома в Иванове стали ветшать быстрее. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново. Денис Денисов, РТВ, Иваново.